Воронеж 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 Родители волнуются не на шутку Говорят, сын всегда был на связи И никогда не уезжал без предупреждения Мы надеемся Надеемся, что где-то какой-то след будет Даже дают нам такие Как говорится Набоечки, что где-то видели вроде как машину Машину Михаил арендовал Это была серебристая девятка С госномером У-148ТА Автомобиль тоже пока не нашли Нет его следов и на уличных видеокамерах А 4-летний Арсений тем временем Каждый день спрашивает, где папа У мамы поехали к папе на работу Я по нему скучаю очень сильно Я ему не могу объяснить Мы сейчас говорим, что он на работе Он придет, обязательно придет Он его ждет Он спает Папа придет завтра Это уже целую неделю Он мама, завтра папа придет Говорит, да, он придет Ночью 18 мая Михаил был одет В белый свитер, жилетку и серые джинсы Родственники просят всех Кто что-либо знает о пропавшем Позвонить его жене или в полицию По номеру 102 Родные, кстати, сообщили полиции Любопытную деталь По их информации, два месяца назад На той же машине тоже бесследно пропал парень Девятку якобы потом обнаружили На Тамбовской трассе Владимир Смехнов, Вадим Кузин РНТВ, Воронеж На остановке Манежина Накануне днем сбили пешехода Девушка, как и положено Переходила дорогу по зебре На зеленый свет Причем не одна Но от автомобиля, который несся На высокой скорости Это не уберегло Девушка лежит на дороге А вокруг только осколки разбитого стекла Ни водителя, ни автомобиля Который сбил пешехода Поблизости нет На помощь пострадавшей Поспешили люди Которые были свидетелями наезда Девушка слаза за мной За спиной следом Вот по крайней левой полосе С той стороны Ехал УАЗик 462 Буханка серого цвета На полной скорости Эти два ряда стояли А водитель не затормозил На полном ходу И у меня за спиной Буквально ее И вот сюда вот ее протянул Водитель даже не притормозил Промчался дальше Пострадавшая все время была в сознании Хотя удар был таким Что девушка оказалась В десятки метров от пешеходного перехода Ее увезли в больницу А чуть позже Полицейские нашли злополучный УАЗик Он стоял в одной остановке От Манежной На заправке у Черновского моста Водитель отрицать ничего не стал И сослался на неисправность машины Термоза отказали Смертельная авария на федеральной трассе В Новоусманском районе Столкнулись 4 автомобиля Два человека погибли Пятеро ранены Это случилось недалеко от села Подклетного В половину 12 ночи 532-й километр федеральной трассы Столкнулся с микроавтобусом Ехавшие в «Фольксвагене» люди погибли Это воронежский водитель и 39-летний пассажир из Московской области Пятеро участников этой аварии получили различные травмы На газель пришелся первый удар Он был такой силой, что машина пролетела около 100 метров Затем несколько раз перевернулась и улетела в кювет Приходя в себя, люди пытаются вспомнить, как все произошло У нас заднее колесо одно лопнуло Мы здесь хотели монтажировать колесо И новое колесо купили, чтобы монтажировать И по краям примерно 20-30 километров в час И раз, удар, такой сильный удар Что стало причиной такой аварии, достоверно пока неизвестно Но водителя грузовика, 44-летнего жителя Псковской области, уже допросили Очевидцы предполагают, что мужчина, скорее всего, уснул за рулем Журналистам предоставили видеозапись аварии катера на Воронежском водохранилище В результате которой погиб предприниматель Вячеслав Нижников и двое его товарищей В момент столкновения судна с опорой моста запечатлела камера видеонаблюдения Основываясь в том числе и на этих кадрах, специалисты уже сделали вывод о причинах трагедии Авария произошла недалеко от станции Отрожка Вот, буквально за две минуты до трагедии Под железнодорожным мостом проплывают байдарочники Катер уже вывели из гаража Пройдя всего 300 метров, он на полном ходу врезается в опору Мгновенно загорается и начинает дрейфовать Уже точно установлено, все мужчины были в алкогольном опьянении средней тяжести В крови нашли приблизительно 2,1 промилле Кроме того, 50-летний владелец судна нарушил все возможные правила нахождения на воде Нарушил запрет на пользование маломерными судами Не поставил его на регистрацию Проходил, не буду сообщать, лечение в течение продолжительного времени Вот, все, я вам сказал, что это личная недисциплинированность Это, я еще раз свою речь начал с того, что вот так она получилась трагично для вот этих трех граждан Известно, что погибшего предпринимателя раньше уже неоднократно штрафовали Именно других погибших по-прежнему не разглашают Известно только, что это были знакомые У каждого была жена, дети, соответственно Двое безработные, вот, как вот сказали так же Любили половить рыбу на острове, который находится напротив пляжа Багратион Дети вот у одного несовершеннолетних остались Проследование трагедии сейчас продолжается Елена Тимонова, Сергей Гладков, РЕН-ТВ, Воронеж В Семилукском районе будут судить мать, которая за злостью нанесла увечья своему пятимесячному сыну Это произошло, когда женщина безуспешно пыталась успокоить плачущего малыша Обвинительное заключение в отношении нетерпеливой матери утверждено и передано суд Эта история произошла в селе Девица Семилукского района три месяца назад В тот злополучный день 28-летняя мать была дома вдвоем с грудным ребенком Сынишка капризничал Обычные способы утешить малыша, видимо, не помогли И в какой-то момент молодая женщина не сдержала свою злость Взяла сына за предпречие, начала его трясти и бросил его на диван В связи с чем сыну Квасову были причины телесных повреждений На помощь подоспела вернувшаяся домой бабушка Позже уже в больнице у малыша обнаружили перелом руки и сотрясение мозга Уголовное дело возбудили по статье Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности Но рассматривать его будет мировой суд Прокуратура сочла это возможным, учитывая характер полученных ребенком травм Юрий Зорин, Андрей Цыганков, РЕН-ТВ, Воронеж Жители Новой Усмани, устроившие стрельбу по полицейским, избежали тюрьмы Суд отправил его на принудительное лечение Напомню, в прошлом летом мужчина поднял на уши всю округу Как в настоящем боевике, весь день держал в страхе соседи Взял в заложники собственную мать Усмиряли дебошира 7 часов, задействовали две группы спецреагирования Один из полицейских был ранен Это было неожиданно, бесконфликтно и до этого 32-летний мужчина закатил соседке скандал Обвинил в том, что она якобы залезла к нему в дом Посыпались оскорбления и угрозы Женщина, у которой гостили дочь и трое внуков, испугалась Пришлось вызвать полицию Участкового дебошир встретил с карабином Угрожая, приказал лечь на землю Я медленно схожу с ума, товарищи, от этой страсти Честно говорю Это было очень страшно Он его свалил Он с оружием над ним повис Я визжала, я звонила во все инстанции Спасите не меня, ваша сотрудника Он его убил, конечно Они с третьего раза только поняли Они, наверное, думали, что это просто скандал между соседями В итоге на помощь вызвали бойцов СОБРа К тому времени мужчина закрылся у себя дома с матерью И начал стрелять по полицейским Пришлось брать штурмом Бронещит, которым прикрывались бойцы Оказался изрешетчен пулями Державший его сотрудник Получил огнестрельное ранение руки Горе террориста в итоге заковали в наручники А тот заявил Принял полицейских за бандитов Он достаточно глубоко следил за информационным пространством Которое в последний год складывается Насмотрел новости постоянно Видимо, он находился под влиянием В том числе и информационного ресурса Он давал показания о том, что не считается виновным По той причине, что полагал, что вполне законно обороняет свое домовладение Так как группа неустановленных лиц хочет причинить ему, ему близким вред Экспертиза установила Мужчина невменяем И в тот момент не отдавал отчеты своим действиям Областной суд рассмотрел уголовное дело И отправил стрелка на принудительное лечение Известно, что раньше он у врачей-психиатров на учете не стоял И судим не был Елена Тимонова, Сергей Гладков, РЕН-ТВ, Воронеж Рак груди не приговор Далее в нашей программе история женщины, которая не только победила рак Но и своим примером хочет поддержать всех, кто оказался в страшной для себя ситуации Каждый год в Воронеже делают около 2000 операций по поводу рака груди Насколько успешно лечение опасного заболевания узнаем уже сейчас Сразу после прогноза погоды смотрите рецепты здоровья с доктором Натальей Фокиной И я на этом говорю вам до свидания Берегите себя и своих близких Продолжение следует...